Табор большой, а приставов всего трое. Но их достаточно для того, чтобы взыскать просроченные средства с должников. В цыганский поселок, в деревне Круглова Ивановского района, приставы привезли несколько листов с фамилиями неплательщиков. Приставов, никого нет, все молодежи на заработки. Все на заработки. Вот они все лето на заработках. А лето еще не началось. Не, ну вот лето. Ну мы сейчас проверим данные транспортные средства на задолженности. Платить все равно придется, уверены приставы. В перечне десятки фамилий и общая сумма задолженности в полмиллиона. Большая часть неуплата штрафов ГИБДД, налоги и кредиты. Офицеры готовы даже отпустить должников ненадолго, чтобы те съездили за деньгами. Серьезно едьте? Нет, серьезно. Два часа тут. Тридцать минут ездили. Ну ехать, надо еще золото из как-то пасть земли найти. На, мы сам, на, мы говорим! Как рейдом надо говорить, что ли? Не меня тягайте, едьте. С собой приставы захватили и приложение мобильный розыск. Программа на телефоне сканирует госномер и выдает информацию о задолженности. Например, на этом Мерседесе 200 тысяч рублей долга. Будет сейчас составлен, как бы, наложен арест на автотранспортное средство. В случае неоплаты сейчас, значит, автотранспортное средство, судебный пристав, прами вызвать эвакуатор и как бы эвакуировать. В противном случае, если должник захочет погасить задолженность, соответственно, арест будет снят. Владельца в таборе нет, а друзья его местоположение не выдают. Но и это не помешает увезти авто на эвакуаторе. Вообще, работа в таборе для приставов – это регулярные выяснения и препирательства. Я приеду после обеда к вам заплату. Нет, сейчас. Ну, нету сейчас. Что мне делать? Нет, что делать? Возьмите. Занять. Возьмите. Да не надо нам. Дайте мне долг. Дайте мне долг. У вас была хорошая возможность оплатить прийти к нам? Когда была? У меня нет вообще задолженности. У вас есть задолженность. У меня нет задолженности. У меня нет. По штрафу, а я же говорю, что у меня нет. У вас налоговая задолженность 76 тысяч. В таборе приставы работают несколько часов, берут измором. Должники проходят все стадии расставания с деньгами. Отрицание, гнев, торг, депрессию и, наконец, принятие. Сейчас они поймут, что мы с ними все-таки не шутим, что платить все-таки придется. Начнут искать, приносить деньги. У них деньги есть. О штрафах они о своих знают. Если по-хорошему долги не возвращают, приставы проверяют имущественное положение, арестовывают технику. Артур Владимирович, налоговая инспекция. 16 тысяч. Оплачиваем. Не сейчас. Как у них? Сейчас, думаю. Плачу. Я же потихоньку плачу, там было больше. Мы сюда приехали, взыскивая денежные средства. Там больше было, я плачу потихоньку. У меня в телефоне все это есть, я знаю. Смотрите, штрафа у меня нет, никаких протоколов нет. И что вы не на штраф приехали? Мы приехали денежные средства, взыскивая задолженность. Я знаю, знаю. Оплачиваем? Нет еще денег, честно. Я плачу прямо в ближайшее время. Телефон есть у вас? Телефон нет. На повестке дня у приставов пять цыганских поселков. Все обойти обязательно. Скоро, с началом лета, обитатели таборов действительно уедут на заработки в столицу. Там же, судя по всему, разживутся и новыми штрафами. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.